Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока следующая. Примитивные инстинкты у человека. Точка. ВБ-38 Янфу помогает при всем несостоявшемся в человеке. Что такое примитивный инстинкт? Давайте простыми словами, никого не обижая. Человек, несостоявшийся в жизни. Он живет как примат. Ходит б-б-б-б-б-б-б-б, что-то ему не нравится, что-то ему не так. А не дай Бог такому человеку еще стать директором. Он будет жрать всех своих подчиненных. Постоянным недовольством. Постоянно, что он умеет только что сорвать банан, скажем так, с пальмы. Скушать и все. В жизни больше ему ничего не надо. Вот чтобы человек, скажем так, не останавливался в развитии. А здесь я хотел бы, уважаемый зритель, показать вам, что... Помните, по теории УСИН, теории первоэлементов, на первом месте стоит что? Элемент дерева. И желчный пузырь относится к этому дереву. И не зря его поставили востоковеды. Почему? Потому что считается, что восточная медицина – дело тонкое. И восточная философия. И считается, что дерево что? Дерево корнями врастает в землю, так как мы с вами, люди, укореняемся всей своей повседневной жизнью. Растем, скажем так, какой рост у этого человека. Сразу видно по его, скажем так, обшивке дерева, по его коре, по его, как он грациозно растет. И, конечно же, макушка дерева, что касается неба. Так вот, считается, что дерево может вырасти только тогда, когда у него огромные корни, когда его питают эти корни, хорошая вода, качественная. И когда благоприятная флора и фауна, что дает развитие данному дереву и данное дерево, что может дать плоды. Вот так вот и человек. И если он не будет как дерево, простите за такое вот, может, грубое, скажем так, сопоставление фактов, то человек просто-напросто что? Как ненужное дерево высохнет. Корни его будут не настолько глубокие в земле, не настолько хорошая кора будет. Ну, в общем, это дерево сохнется. А в Библии, что написано в Евангелиях точнее? Что плохое дерево, сухое дерево срубается и бросается в огонь. Вот чтобы вы вас не срубили, не бросили в огонь, чтобы вы не обладали непримитивными инстинктами, а и шли и развивались в этой жизни, то, пожалуйста, если у вас остановилось развитие, вы чувствуете это, не паникуйте. Возьмите, отыщите точку в B38, поработайте с ней. И помните, что на точку списывать не надо, что она там вот не помогла мне. Вы тоже должны что-то делать. А акупунктурные точки и знания восточной медицины, что? Вам в помощь. Вперед действуйте. Спасибо за внимание.